Цирк не уехал, просто директор сменился, ну или конферансье. Ток-шоу на российских каналах. Ведущие по привычке критикуют украинского президента. Но уже сдержание. Понятно, что пил в должность новый президент Украины Зеленский. Первым делом попросил Соединенные Штаты, теперь внимание, усилить санкции в отношении нашей с вами любимой большой великой страны России. Владимир Соловьев возмущается. Стояли высокие государственные мужи и говорили, надо дать Зеленскому шанс. Они говорили, надо признать эти выборы, ну, надо вот поздравить Зеленского. А мы с Сергеем унисону говорили, не сходите с ума. Это тот же самый Порошенко. Зато простые москвичи бурно обсуждают первые шаги украинского гаранта. Считаю, что это не очень умно. Почему? Сразу убрать и парламент, и правительство. А кто будет это время руководить? Я отрицательно отношусь к этому. Ну, он президент, наверное, он может себе позволить такие вещи. Правильно, что сразу пытаются какие-то глобальные перемены делать. Наверное, там так же устали люди от того, что было, раз они его выбрали. Поэтому, поэтому молодец, я считаю. Вы знаете, там у него в голове неизвестно чего. Честно говоря, у меня там сестра живет на Украине, я очень переживаю за нее. Она здесь родилась, она русская, да? Вот. Конечно, хотелось, чтобы мы были все вместе. Чтобы он принял нормальное решение уже. И про Крым молчал, чтобы мы уже были все вместе. Ну, очень громко. Результаты впереди. Пока неизвестно, что будет там. Полная неизвестность и на неподконтрольном Донбассе. Группировки ЛДНР только недавно отгуляли пятилетие псевдореферендума. Россия! Тебя не отнять! Россия! Мы дети твои! Кремль сыграл на опережение. Задолго до инаугурации нового украинского президента обнадежил жителей Донбасса российскими паспортами. Все, что касается Донбасса, будет волокититься. И вообще все, что касается российско-украинских отношений. Потому что не нравится Зеленский, не нравится его информационно-медийно-наступательная позиция. Россия готова договариваться с Украиной только на собственных условиях. На местном телевидении заявления Зеленского о Донбассе проигнорировали. И по инерции продолжают ругать Порошенко. Пюреру остались считанные часы. И Порошенко гадит. Но жители Донбасса не оставили без внимания планы Зеленского закончить войну. У пользователей социальных сетей был комментарий от мужчины, что вот они говорят, ну а что мне теперь делать, куда? Типа за украинским паспортом бежать? Либо же я уже получил ДНРовский за русским бежать. Такая ситуация, как свадьба в Малиновке. Зеленский признай выбор Донбасса. Под таким хэштегом жители неподконтрольной территории выкладывают в интернет видеообращение к новому украинскому президенту. Важная деталь. Никто не вспоминает о присоединении к России. Просят дать Донбассу автономию в составе Украины. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Дайте автономию Донбассу. Дайте нам говорить на родном русском языке. Теперь вы, как новоизбранный президент, должны гарантировать выполнение местных соглашений, предоставить автономию Донбассу и вернуть мир на нашу землю. Верните пенсии старшему поколению. Ведь многие из них не могут приезжать на территорию Украины по состоянию здоровья. Дайте Донбассу автономию. Мы возлагаем большие надежды на то, что вы сядете с нами за стол в мирных переговорах. Нам не нужны иностранные наемники в нашем городе. Позвольте наши милиции нас защищать. У нас есть собственная народная милиция. И мы хотим, чтобы именно они защищали нас. Услышьте нас. Станьте президентом мира, а не войны. Даже создали сайт «Выбор Донбасса». Под требованиями подписались более трех тысяч человек. Правда, не все реальные. Так петицию к Зеленскому подписала Арина Старкина из Краснодона. Человек, очень похожий на персонажа «Игры престолов», чиновники из освобожденного Северодонецка и даже так называемые «министры» группировки ЛНР. Официально донбасские боевики флешмоб не поддержали. Хотя участники акции говорят словно под копирку. Одни и те же месседжи. В «Контакте» очень массово идет такая надежда на прекращение огня. Но при этом всем все равно к Зеленскому как-то больше так присматривается. Скорее, больше верят в его образ, такого президента-голоборотика и «Слуги народа», чем в реального политика Владимира Зеленского. Несмотря на затишье на официальном уровне, инициативы Зеленского услышали и по ту сторону линии фронта, и в Кремле. Ответные шаги не за горами. Андрей Дегтяренко, Татьяна Винникова, Евгений Головин. Донбасс Реалии. Радио Свобода.